всем привет друзья вы на канале контрольная рыбалка меня зовут юля если вы не со мной обязательно подписывайтесь ставьте лайки и ставите комментарии и следите за обновлениями сегодня я нахожусь на реке березина наверное примерно в 150 километрах от минска никогда здесь не было на этой территории реки я ищу место для того чтобы порыбачить с ночевкой на налима видно что часто посещаемое место потому что она оборудована видите есть вот такой крутой стол не такой как я делала это напоминает мне почему-то реку неман очень красивый очередной поворот друзья довольно таки широкий но я его по ходу узнаю и мне кажется здесь если будет на лим то только совсем не крупный смотрите какая красивая упала бедняга не увидите поел королет я не знаю почему но я в первый раз сталкиваюсь с тем чтобы был настолько просто срач на реке это березина восточная березина минская область но может не минская уже область ребят я такого еще не видела тут ну реально целые свалки именно здесь так что здесь в этом районе с культурой у людьми у людей то есть это единственное место где специально ездят на лодках и пытаются порвать ваши снасти это восточная березина самое интересное при этом что каждый говорит на другого что он свинья каждый кричит что нужно убирать и при этом никто ничего не убирает и даже ни капельки сил не хочет приложить к тому чтобы сделать что-то вокруг себя чище и лучше вообще такое ребят вот интересное место на котором я сегодня буду рыбачить в моих интересах весь вот этот поворот весь естественно что закидушки прямо сейчас ставить я не буду потому что здесь очень много людей с слабой психикой которым не нравится когда люди ловят рыбу вот на берегу поэтому увидела вот здесь чешую половлю вот отсюда на фидер попробую может что-то на фидер поймаю посмотрим необъяснимо но факт люди видите приезжают рыбачит рыбка им попадается все они вот так вот тем местам на которых ловят относятся понимая собачку в короче ребят посмотрела их а лотом рыбу и здесь в море потому что море рыбы это не за что она здесь будет клевать естественно что рыба на реках ближе к зиме начинает собираться где-то в определенных локальных местах она идет на зимовальные свои ямы у нас государством определены зимовальные ямы на каждой реке есть пичесальный перечень но это не значит что вы типа сказали вот она зимовальная рыба яма и вся рыба зимой именно здесь не обязательно рыба может зимовать и на любой другой яме какой ближе она находится возможно я сейчас нашла одно из тех мест где есть много рыбы это не значит клевать это значит она здесь стоит итак ребята у меня с собой оказалось прикормочка rs плотва готова смотрите какой у нее классный цвет она как песочек и знаете что это прикормка с прошлого года и самое интересное что она не испортилась класс фидер у меня silver water кормушка стоит там 80 или 90 грамм пластиковая сейчас хочу поставить металлическую поводок 012 ксила крючок колмик там какой-то ну такой хороший с толстеньким цевьем но небольшой у меня сегодня с собой есть живец которого я планирую поставить на налима но здесь же на реке может быть хищник поэтому я сделаю закидушки сейчас на живца и попробую поймать хищника горыныч двухсоставной поэтому раз и готова раз и снасть собрана 27 метра палка тут очень большая яма очень большая яма очень резкий выход но рыба здесь есть холод показал вот посмотрим может ли что-то с такого места клюнуть может ночью выйдет вот кто ее знает я ж не знаю я в такую позднюю осень на реках на фидер не ловила никогда вот вот она самая нужная вещь для налимятника вот такие вот огромные стопора которые будут держать 150 граммовые груза понимаете вот это что монтаж для ловли на щуку похож на монтаж для ловли сама ставите стопор 1 ставите вертлюк с карабином на который потом наденете поводок сюда следующий стопор и на конце лески вы фиксируете груз между стопорами регулируется в последующем ход и высота поводка надо дно довольно интересное место на мой взгляд для стоянки конечно хищника давайте начнем отсюда и потихонечку будем смещаться из вот в основном я всегда для того что было видно либо выбирала лесополосу сейчас я нахожусь не совсем в лесополосе посмотрим может ли что-то тогда все равно получится пойматься не смотря на то что это повторюсь не лес на лес но но мне интересно ребят а вам ложу его прям вот сюда попробовать может быть а это не моя бумажка если что я отходила по берегу и чужую бумажку здесь собираю всех кармашку а может веточка какая-то или ракушка но очень похоже на рыбу так смотрим рыба и кокунь рамсик смотри рыбку поймали прикинь прикинь клюнул на мотылярам с вот такие вот дела на такой длинный поводок а и сидит там тихонечко все ребята отпускаю его до свидания убежал ну что друзья проверяю обновочки станокасан как видите у меня в наборе с посудой был вот такой вот маленький чайничек которого вполне достаточно для того чтобы заварить две чашечки кофе кастрюльки фигерульки всем буду потихонечку пользоваться сегодня буду спать наверное на новом спальнике если не зажить его потому что он может быть будет грязный потому что что потому что собака тут собака вся мокрая вся грязная и мы все грязные непонятно короче погода вообще просто просто жесть но и жестяще кстати вода закипает в таком чайнике гораздо быстрее чем в кружке очень быстро скорее всего материал из которого он сделал обладает очень хорошей теплопроводностью мне все время говорят что у меня мелкий налим что мне нужно попробовать там кто говорит на кильку кто на моему кто на хвостик карася кто на ерша ну давайте поставлю хвостик карася так вот так и заброшу в перспективное на мой взгляд местечко интересно все все намокло вот и интересно поможет ли брикет на этот раз все мокрое все просто нереально сырое но я знаю одно главное запалить его и потом поддерживать и все будет хорошо все будет гореть все будет само собой просыпать главное просто запалить но куртка у меня ребят дождь идет не переставая у меня уже все мокрое сегодня у меня ребят интересный ужин как никогда такого не было взяла рыбу на рыбалку взяла еще придачу приветки на рыбалку веции не будет клевать вообще ничего не клюнет у меня будет логичное тому объяснение потому что на рыбалку естественно рыбу не берут мне мою рыбу надо замариновать сделаю я это очень просто замариную ее в сливочном масле и вот такой вот приправе лимонный мы берем и вот так вот все ребятки рыбка замаринована пока она будет промариноваться можно перекусить креветками с помидоркой так ребят сейчас нам надо сделать соус которым мы обмакнем наши креветки возьмем вот такую вот пиалушку давайте вот такую надо было бы соевый соус но соевого соуса у меня нет давайте сюда же ребят сок лимона в таком хорошем количестве так специи ребят добавляются по вкусу у меня тут есть какие то шокусные я решила добавить и в них обмакну креветки ну и конечно же соль скр PAR thi на так следующее most что я делаю это чищу креветки теперь ребята отдельно вот каждую вот так красиво обмакиваю можно даже дать им чуть-чуть вот тут в этом соусе правда полежать почему нет кто-то готовит на шпажках я приготовлю вот на таких вот палочках их почему потому что у меня нету таких тонких шампуров на которые смогут залезть и креветки готовить я их соответственно буду на углях которые уже заранее подготовила можно чуть-чуть вот эти палочки обсмолить конечно давайте чуть-чуть мы их обсмолим чуть-чуть совсем потому что они могут загореться нанизываем наши креветки на нашу шпажку вот так главное аккуратно это все дело надеть чтобы креветка не отвалилась сколько не стоит 40 чем-то рублей до килограмм 6 креветок получилось 13 рублей не 68 креветок 13 рублей 200 грамм вставляете дорого но я всегда мечтала ребят попробовать так ребятки кривитосы почти готов чем к остается их поджарить смотрите какие горные шашлычки получились знаете мне кажется что люди которые смотрят меня сейчас они сами никогда не были осенью на рыбалке с ночевкой не понимают что это такое они не понимают как это тяжело когда у тебя целый день идет дождь когда тебе нужно поддерживать костер когда тебе нужно успеть забросить все снасти нужно успеть покушать и практически весь рыболовный день половину да ты проводишь вообще в темноте 5 часов вечера и уже было темно я уже в темноте нахожусь 4 часа то есть до темноты нужно успеть поставить палатку разложиться раскидать подготовиться что вы хотите вот мне просто интересно узнать что хотят увидеть те люди которые говорят о том что я не показываю рыбалку какого себе ее представляете это их права они делают видео они постоянно что-то рассказывают постоянно показывают как они сидят возле снастей но у меня блок ребят алё я отдыхаю я тут приехала для того чтобы надубасить рыбу я приехала для того чтобы кайфаной проверить новое место кстати я постоянно на новых местах для того чтобы вкусно приготовить себе покушать на самом деле креветки то у нас все продаются уже варенными поэтому их долго готовить не надо но мы их обжарим до какой-нибудь там типа золотистой или я вот вижу какая-то прямо красная корочка ребята посмотрите какая красота получилась вот такая вот шпажка на ней помидорка и на ней креветка сейчас попробую божественно это круче чем суши это круче чем суши супер супер еще одна ребят закидушка на мой взгляд место перспективное вон живцы какие-то плавают мелкие сейчас посмотрим что что он быть объела ничего не объела ничего не объела трохи его может червя стянула только и все даже здесь даже в таком вот месте где казалось бы куча всякого дерева ничего не обдирает ничего не объедает может он еще не вышел непонятно неизвестно ничего так ребятки и колокольчик колокольчик все стоит вот такая вот красота кинула поближе к берегу под дерево очередное место ребят стоит здесь маленький душка о здесь рыба рыба ребятки налив он знаете где на погоне да получается смотрите какой красавчик за травой стоит а за травой а я его на а я его на глубине ищу а он здесь о здесь красивый такой живенький посмотрите красавчик ребят красавец мы его освободим конечно же отпустим оп отдадим ему естественно часть червячка куда ты пополз это я ребят поставила креветку под червячок попробуем на креветку говорят может плюнуть что-нибудь не глубоко костер видите уже более-менее нормальные угли хоть такие начались дождь идет но все равно что-то распалили а то блин совсем ничего не хотела гореть ну сейчас ужин дубль два у меня будет форелька а потом еще сладенькая я приготовлю красивая форелька получилось сейчас мы ее отправляем на мангал как какие ребят обалдеть обалдеть класс да ребят и честно говоря тент сегодня просто нереально спасает почему потому что если бы его не было наверное большую часть дня пришлось бы проводить палатки чтобы прятаться от дождя а так я могу даже без куртки видите под тентом сидеть и мне абсолютно нормально я адекватно себя ощущаю припуску к рыбе у меня ничего не будет сейчас я сниму все на одну тарелку будет просто вкусная рыба жареная на мангале и все по-моему форель этого и так достаточно кушать можно можно было меньше пожарить но было бы много возможно жира но мне нравится мне вкусно вкусно для моего сладкого блюда которое я сейчас буду тоже делать на костре мне понадобятся бананы маршмеллоу и ммдэмс разрезаю бананчик вот так но не до конца не до кожуры с обратной стороны так у нас получается вот такая вот ложечка мы немножко вот так вот приоткрываем сюда отправляем ммдэмс и маршмеллоу сейчас посмотрим сколько приблизительно влезет в один бананчик потому что я такого ни разу не делала наткнулась на рецепт в интернете и решила наконец-то попробовать еще что-то новое наполняем наш банан вот так вот ммдэмс почему ммдэмс я выбрала чтобы не нарезать и не крошить шоколад сверху вот так вот запихиваю маршмеллоу и получается вот такая вот лодочка с вкусняшками которую мы потом отправим на костер и теперь вот такие вот лодочки я просто ставлю на решетку и оставляю жариться на костре около 10-15 минут до тех пор пока не начнет плавиться ммдэмс и маршмеллоу как только они расплавляются я снимаю с костра жду 2-3 минуты и хаваю я ни разу не пробовала я все делаю по рецепту мои бананы готовы друзья ммдэмс внутри расплавился он не расплавился до конца сверху который я запихивала но маршмеллоу и ммдэмс внутри готовы поэтому бананы можно снимать какие лодочки получились посмотрите ну прикол ребят впервые в жизни я сделала такое уху это круто ребят это очень круто 2-3 минуты написано надо дать отдохнуть немножко остыть и можно кушать что это такое обалдеть это вкусно это вкусно ммм это очень вкусно бананчик стал таким мягеньким ммм ммдэмс все там расплавилось маршмеллоу оно еще такое все тепленькое ммм какая прелесть уху сегодня буду наконец-таки спать на своем новом крутейшем спальнике который мне пришел прямиком из японии контора калиман называется спальник у меня многостойный очень рада что оформила заказ на сайте Танакасан очень рада что все пришло очень довольна тем что техническая поддержка отвечает всегда отвечает всегда на любые вопросы и подсказывает как и что можно сделать поэтому смело если у вас возникли какие-то вопросы обязательно обращайтесь к ним не стесняйтесь единственное что есть разница во времени поэтому они могут вам ответить там чуть чуть позже или чуть чуть раньше чем вы можете подумать даже честно говоря принял решение раздеться потому что на рыбалке очень устаю вот и хочется спать на рыбалке как дома я надеюсь что в своем новом спальнике смогу это сделать никто меня так сказать не побеспокоит да рыжий ты тоже хочешь скажи я уже я уже тоже хочу у меня тоже такой есть спальник да тоже такой есть я уже сухой и могу даже на нем лежать правда доброе утречко друзья 7.13 а на улице темнота просто пипец друзья я просто отведеваю от своего нового спальника в нем было очень тепло очень тепло я всю ночь проспала с полу открытым спальником а он был такой мягкий как перина как перина как перина как перина так общая обалденная все все те спальники которые говорят что они типа теплые и до минус там три это все трендежь это до минус 11 и он теперь моего спальника который до минус 30 все те да да что случилось здравствуйте и кто это и это у нас минтус потом мне просто пишут что типа это не налимы а это объедают ракушки не друзья обзирают ракушки объедают ракушки обрезают снасти а вот такие вот маленькие налимы они конечно имеют свойство все объедать все этого дурня малого я аккуратненько отпускаю хорошо побежал в одном месте три штуки стояли и они ребят все объедены и на одной из них этот мелкий ментос ну значит такой мелкий объед дурень дурень Ну что, утро началось в 7 часов утра, и началось оно с того, что я пошла проверять закидушки. На закидушках было несколько объединенных крючков и только один маленький налимчик. Я могу сказать, что у меня были больше надежды на восточную березину, но я не отчаиваюсь, потому что я понимаю, что я нахожусь в очень запрессованном, грязном, просто нереальном месте. Непонятно каком. Я не ожидала, что вообще в наши времена такое может быть. Ну и сейчас, ребят, я собираюсь завтракать. Сыр, батончик, все с чайком. И пойду соберу закидушки, которые я перезабросила, потому что слышала, что там уже моторные лодки. Не буду это есть. Не буду это есть. Эй, кто это? Это пискать. Да, это пискать. Я даже чуть-чуть, потому что он сопротивляется. И еще один вот такой вот пискарек. Слушайте, прозрачный. Прям видно у него внутренности вон какие. На, опарыши с мотылем. Пробую дальше. Пробую дальше? Я даже видел поклев. Прикиньте. Да хоть что-то, а! Продолжение следует... Офигенно! Я не знаю, что хуже. Мороз или такая погода. Почему? Потому что постоянно идет дождь, он не останавливается. Близдует ветер. Ужасно, ребята. Рыбу тоже тяжело поймать хоть какую-то. Те, кто мне напишут потом, что-то рыба маленькая, ну так выберитесь там, попробуйте на такую рыбалку. Хорошо, сидя на диване или там на своей постельке теплой, говорить, что что-то рыбы мало в такую погоду. Я в этот раз просто прогреюсь несколько раз и помоюсь, потому что нету веника. Листьев уже тоже нету пойти срезать, сделать в лесу. А кто-нибудь попробовал когда-нибудь, есть там типа из еловых веток веник, из можжевельника? Нормально там? Как там оно? Я вот не представляю. Наверное, больно. Мало, кстати, не на точке, которую я вчера нашла, да? А на глубине, наверное, раза в два меньше, чем эта яма. Ну, короче, я как всегда увидела в яме рыбу и решила в этой яме зависнуть. Дура. Надо было на выходе еще спокойно ловить себя. А я как все время в эти ямы лезу. Что за привычка дурацкая? А вот такая вот плотка здесь водится. Смотрите, какая зачетная. Плотка. Пойду ее, ребят, отпущу. А то жалко, что мне с одной рыбой делать. А если леща бы поймала, я бы его съела. А так плотка хайжия. Вот такая вот осенняя дождливая рыбалка с ночевкой на налима, с закидушками, фидером и даже спиннингом получилась. Если вам нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Всем не хвоста, не чешуи. Будем надеяться, что на следующий выходной будет хорошая погода. И мы наконец-таки что-нибудь поймаем нормальное. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok